Деньги любят счет и обожают безопасность. Мы считаем вашу выгоду и всегда хотим, чтобы ваши финансы только приумножались. Меня зовут Екатерина Кузьминых и в этом выпуске программы «За деньги» поговорим о золоте и серебре в слитках и где их купить. Во все времена драгоценные металлы были надежным способом сохранения и приумножения денег. Согласитесь, слиток золота всегда лучше, чем некий виртуальный счет или акции. Причем, купить золото или серебро в слитках сейчас достаточно просто. Нужно лишь обратиться в банк с паспортом и совершить сделку. С 1 марта 2022 года физические лица в России могут купить драгоценные металлы без уплаты 20% НДС. То есть, по сути, клиент платит только за золото по текущему курсу. Вы думаете, что золото могут купить только миллионеры? Вовсе нет. Банки продают золото весом от 1 грамма, а серебро от 50 грамм. Как хранить слитки и на что следует обратить особое внимание, расскажет наш эксперт. Золото и серебро занимают особое место среди средств сохранения капитала. Объясняется это тем, что за долгую историю человечества золото и серебро долгое время были деньгами или мерой стоимости других товаров. Привлекательно и то, что золото и серебро это металлический актив и в отличие от каких-то депозитов или других активов его невозможно обнулить. Поэтому многие инвесторы могут выбирать инвестиции в слитки. Слитки доступны от 1 грамма до 1 килограмма. То есть, стоимость от 6,5 тысяч до 6,5 миллионов. Хранить дома слитки не рекомендуется, потому что это, во-первых, небезопасно, во-вторых, какие-то потерпости или царапины уменьшают стоимость металла. Поэтому необходимо хранить его в банке. Средняя стоимость хранения и аренды ячейки составляет от 60 рублей до 600 рублей в день. Соответственно, эта стоимость необходимо закладывать при инвестициях. Если вы захотели купить слитки драгоценных металлов для инвестирования, то надо понимать, что это инструмент для больших сроков. Мгновенной прибыли получить, скорее всего, не получится. Хоть слитки золота или серебра легко продать в банках, но курс покупки будет ниже курса продажи. Золото – это для вложений на годы и даже десятилетия. На какую прибыль можно рассчитывать, исходя из изменения стоимости золота и серебра за последние 10 лет, расскажет наш эксперт. Курс золота за 20 лет показывает любопытную кардиограмму, по которой интересно наблюдать сердцебиение мировой экономики. С начала года золото выросло на 13,5%, но это не значит, что инвестиции в желтый металл оправданы на коротком промежутке времени. В 2011 году золото достигало 1900 долларов за унцию. Затем оно упало в 2015 году до 1050 долларов за унцию. Соответственно, это 80% падения. И восстановилось оно до цены 1900 только в 2020 году. То есть золото для того, чтобы восстановиться в цене понадобилось 9 лет. Поэтому, если бы вы инвестировали в коротком промежутке времени, вы бы смогли даже потерять свои средства. Поэтому стоит помнить, если вы инвестируете в золото, то рассматривая горизонт от 10 лет и более. Золото и серебро в слитках – это надежно. Упали котировки каких-то акций, лопнул банк, паника на бирже. Если у вас есть золото или серебро, можно не суетиться. История показывает, что в длительной перспективе цена на золото все равно вырастет. Ну и главное помните, что это ваша жизнь и ваши деньги. И только вы решаете, как их заработать и на что потратить. Меня зовут Екатерина Кузьминых. До встречи в программе «За деньги» на седьмом канале.